Итак, у вас есть понимание Бога, вы хотите действовать в гармонии с Ним, понимаете, что надо как-то развивать и сознание, и делать, работать над тем, чтобы избавляться от эгоизма. Выбрали подходящую работу, я знаю, водитель такси. Хорошая работа, полезная вещь, помогать людям достигать своих целей. Но третий пункт, чтобы наша работа была свадхармой, говорит о том, что надо свою работу делать хорошо. Если эту работу дал мне Бог, то мое уважение к Богу проявится в том, что я буду свою работу делать хорошо. Если я этого не делаю, то тогда я пренебрегаю и своим долгом перед Богом, и людьми, которые сталкиваются с моей работой. Если люди, сталкиваясь с моей работой, расстраиваются, так в чем же предназначение, в чем же польза твоей работы? Давайте приведем пример. Ну, с таксистом мы уже стали говорить, о таксисте. Вот таксист, как он может делать свою работу хорошо? Ну, знаете, сердце. Ну, первый момент. Вовремя приезжать, соблюдать правила дорожного движения, чтобы не рисковать жизнью пассажира. Чтобы чисто было в салоне. Уважительно вести себя по отношению к пассажиру. Открыть окно, закрыть. Включить музыку, выключить. Не обманывать. Привозить туда, куда попросили, а не куда ему хочется. Все эти вещи помогают человеку проявить вот это вот отношение благодарности Богу. Долг перед Богом. Я делаю то, что ты попросил меня, и делаю это хорошо. Так, как ты хочешь. А Бог хочет, чтобы мы делали свою работу хорошо. Вам нужно будет подумать, как ту работу, которую вы делаете, делать хорошо. И прям взять несколько пунктов и воплотить это в жизнь. Ну, а что, ну, все это в теории-то держать? Надо брать и делать. Делать свою работу хорошо. Это был третий пункт. Делать свою работу.